Привет всем! Я рада снова видеть вас на своем канале, и в этом видео мы будем повторять дизайн таких колец из керамики. Мне очень понравилась эта текстура, она выглядит очень нежно, современно и достаточно просто. Но, как мы знаем, нет ничего сложнее, чем рисовать что-то простое. Я пробовала повторить этот дизайн в разных техниках, более простых и сложных, но ничего толком не получалось. Поэтому вам сегодня я уже показываю тот вариант, который максимально похож на текстуру колец. Я уже выполнила маникюр и буду наносить базу. База сегодня у меня прозрачная от Fox. Наношу ее сначала тонким слоем, затем набираю капли материала больше и делаю выравнивание. После просушки базы я буду наносить белый гель-лак. Наношу я его в один слой, идеально ровно, без каких-либо проплешин цвета, я его не стараюсь нанести. Потому что это в дальнейшем перекроется и ничего видно не будет. Это пока что только фон. Самое главное здесь, это аккуратно прокрасить у кутикулы. Нанесла белый лак на все ногти, просушила и убрала липкий слой и заодно лишний пигмент. Переходим теперь от фона к дизайну. Для дизайна мне нужно будет два оттенка коричневого цвета. Ставлю себе две капли на палитру и в одну из них я добавлю топ. Это чтобы разбавить цвет и он был такой полупрозрачный. Первые капли мы будем ставить щеткой от пыли. Можно еще использовать старенькую страшную кисть. Это ту, из которой у нас торчат ворсинки в разные стороны. Или если нет ни того, ни другого, то подойдет и зубная щетка. Я набираю на щетку полупрозрачный цвет и наставляю эти капли на ноготь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не просушиваю рисунок. И добавляю еще капель от руки. Наставляю я их с помощью апельсиновой палочки. Использую я пока что только полупрозрачный коричневый цвет. Затем тоже не просушивая, в центр крупных прозрачных капель я поставлю совсем немного темно-коричневого цвета. В принципе на видео вы хорошо видите какой цвет из палитры я сейчас использую. После этого отправляем сушить в лампу. Продолжение следует... После просушки капель перекрываю все ногти молочным гель-лаком в один слой. С такой тонировкой дизайн выглядит более глубоким. После просушки молочного гель-лака немного дублируем брызги кистью, только используем уже темный цвет. Сушим и перекрываем топом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дизайн у нас уже готов и осталось добавить только немного золота Для этого я буду использовать золотую втирку Если втирка плохо втирается в топ или она втирается у вас только в горячий топ, но топ у вас остыл То перед нанесением втирки протрите ноготь клинсером или жидкостью для снятия лака И втирка после этого будет наноситься идеально Втирку я наношу практически на весь указательный ноготь, потому что я его хочу обвести полностью А вот на остальных будут только капли втирки в центре и что-то похожее на френч Поэтому я буду втирать в основном у торца Чтобы ввести втирку я буду использовать густой топ Густым топом просто лучше обводить, потому что он не растекается и линии у нас получатся очень тонкие Наносим топ на втирку, далее просушиваем минуту и затем стираем всю лишнюю втирку И в конце перекрываем весь дизайн глянцевым топом Продолжение следует... Продолжение следует... Такой дизайн у меня сегодня получился Напишите, как он вам Я буду ждать ваши комментарии и вашей работы по этому мастер-классу Для этого публикуйте фото в инстаграм с хэштегом KarinaKorn Мне всегда очень интересно, что же у вас получается Ну а на сегодня у меня все, до скорого в новых видео, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok